Несмотря на то, что в Америке доминируют айфоны со своим штатным приложением для пересылки сообщений, в мировых масштабах все-таки самый популярный мессенджер — это по-прежнему WhatsApp. Но в последнее время доверие к нему сильно пошатнулось. Во-первых, потому что это настоящий рассадник сомнительной копипасты и откровенных фейков, в том числе на тему пандемии. Владеющая WhatsApp-ом Facebook поначалу закрывала на все это глаза, но в апреле этого года прогнулась-таки под общественным давлением и все же ограничила массовую рассылку сообщений, чтобы хоть как-то сдержать потоки дезинформации. Однако еще больше пользователей беспокоит проблема безопасности. По сведениям Financial Times, только за прошлый год мессенджер признал наличие 12 уязвимостей, 7 из которых оказались критическими. Я запущу проверку и узнаю, что это за черт. Что за черт? Самая громкая история — это, конечно, то, как телефоны взламывали по одному единственному звонку, совершенному через WhatsApp. Причем жертве даже не требовалось отвечать на такой вызов. А учитывая, что в уведомлениях тот не отображался, взламывать устройство получалось абсолютно незаметно. Жителя британского лица Фаустина Рукунда подобный анонимный звонок насторожил. Будучи беженцем, он боялся за свою семью и выяснил, что набирали ему из Швеции. Однако, даже сменив номер, Рукунда не избежал проблем. С его телефона начали загадочным образом пропадать файлы. Оказалось, что аналогичным атакам подверглись его коллеги-оппозиционеры из Национального конгресса Руанды. Последовавшее вскоре расследование выявило, что жертвами могли стать вообще все полтора миллиарда пользователей WhatsApp. А называется вредоносная программа Pegasus, то есть Pegas. Разработанный небольшой израильской компанией NSO Group, Pegas одинаково подходил как для iOS-гаджетов, так и для андроидов. И позволял удаленно творить с ними все, что угодно. Получать зашифрованные данные, скриншоты, личные сообщения, геолокацию, а также включать камеру и микрофон. То есть фактически устраивать прямую трансляцию без ведома владельца. То, что Фаустину Рукунда звонили из Швеции, неудивительно. Точно так же это мог быть Кипр, Израиль, Бразилия, Индонезия или Нидерланды. Именно на эти страны были зарегистрированы номера, с которых производился взлом. При этом вредоносный код не был каким-то отдельным дистрибутивом. Он маскировался под параметры вызова. Именно это позволяло нападавшим обходить защиту мессенджера. Опасный софт как будто бы загружался с серверов самого WhatsApp. Pegas считается настолько мощной технологией, что его продажу регулируют Минобороны Израиля. А сама компания-разработчик еще недавно оценивалась в миллиард долларов. Незадолго до того, как все вскрылось, ее представители даже хвастались инвесторам, что используемую ими уязвимость не способны устранить даже обновление Apple. В NSO Group уверяют, что их продукт предназначался исключительно для борьбы с терроризмом и преступностью, а клиентами выступали спецслужбы и представители власти. Однако зарубежные СМИ и организация Amnesty International выяснили, что фишинговые ссылки на Pegasus получали в том числе правозащитники, дипломаты, чиновники и журналисты более чем из 20 стран. Сообщалось также, что именно с помощью Pegasus убийцы выслеживали оппозиционного журналиста Джамаля Хашокджи, того самого, что по сведениям ЦРУ два года назад расчленили в Саудовском консульстве Стамбула. К счастью, после обнаружения лазейки, программистам WhatsApp удалось за считанные дни ее залатать. Тем не менее, ряд пострадавших подали коллективный иск против NSO Group и потребовали отозвать у компании экспортную лицензию. А вскоре в суд подала уже и сама Facebook, обвинив израильтян в создании инструмента слежки за своими пользователями. Однако на этом проблемы WhatsApp не закончились. В ноябре прошлого года обнаружилась новая уязвимость. Оказалось, зная лишь номер жертвы, на ее телефон можно было установить шпионское ПО, всего-навсего отправив специальный видеофайл. Вдобавок в сети появились лайфхаки, например, как войти в WhatsApp, минуя авторизацию Face ID или Touch ID, а также как восстановить удаленные с переписки сообщения. Ситуацию с мессенджером прокомментировал и создатель Телеграм Павел Дуров в своей колонке «Почему WhatsApp никогда не будет безопасным». По его мнению, администрация сервиса умышленно делает его уязвимым, чтобы у спецслужб оставался доступ к переписке и звонкам. Каждый раз, когда WhatsApp исправляет одну уязвимость, на ее месте тут же появляется новая. А все потому, что Facebook уже много лет сотрудничает с программой массовой слежки PRISM, агентства нацбезопасности, существование которой в свое время раскрыл всему миру Эдвард Сноуден. И хотя, по мнению Дурова, единственный выход — это отовсюду удалить WhatsApp, многим это сделать крайне сложно из-за обилия активных контактов в этом мессенджере, с которыми нужно как-то поддерживать связь. Ну а хакерские угрозы — это, к сожалению, неотъемлемый элемент популярных сервисов. Чем шире охват, тем сильнее заинтересованность во взломе. Как заставить родственников и друзей навсегда удалить WhatsApp? Делитесь идеями в комментариях. Ну и не забудьте лайк поставить. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!